Детское питание и смеси Все условия для работы по обеспечению правопорядка В Ленинском районе Махачкалы открылся новый участковый пункт полиции Добровольцы-отличники Двое молодых дагестанцев стали почетными донорами России Для меня примером была моя мама, которая периодически ходила, сдавала кровь Я задумался, почему бы мне не попробовать У меня была фобия, я боялся Но на самом деле это все миф, ничего больного Ничего страшного в этом нет Это на самом деле очень приятное дело, которое греет душу В Дагестане достаточно запасов детского питания, чтобы избежать роста цен Об этом заявили члены депутатской комиссии после проверки ряда магазинов в Махачкале В ходе проверочного рейда депутаты пообщались с поставщиками По их словам, имеющиеся резервы позволяют избежать необоснованного роста цен на питание для малышей Кроме этого, многие магазины пошли на временное ограничение Не продавать в одни руки больше трех позиций Данная мера направлена прежде всего на борьбу со спекулянтами Детское питание и смеси – это основной продукт, которым нуждаются наши матеря и наши дети Естественно, мы стараемся быть более лояльным клиентом И избежать удары какие-то по кошельку, в принципе, по бюджету семей И пытаемся это как можно сдерживать сам В Дагестане продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса Так, в Махачкале по инициативе мэрии города открыт пункт приема продуктов питания, одежды и многого другого Жителям Донецкой и Луганской народных республик Как отметили в столичной администрации, одними из первых к акции присоединились представители бизнес-сообщества В пункт сбора, который находится на Малыгина, 39 Уже привезли консервы, овощи, фрукты, бутилированную воду и несколько тонн муки В столице Дагестана разворачивается активная волонтерская работа по помощи людям, эвакуированным из Донбасса Прибытия которых мы ожидаем в ближайшее время Сегодня каждый из нас может внести свой вклад в это благое дело Чтобы еще раз доказать, что в трудную минуту мы есть друг у друга Мы вместе, и мы своих в беде не бросаем И в продолжение темы Более 60 тонн гуманитарного груза были доставлены накануне в Республику Крым Эту помощь собрали дагестанцы через благотворительный фонд Инсан В трех фурах продукты питания, одежды, обувь и бытовая химия для беженцев и жителей освобожденных городов и сел Украины Подробности в сюжете Хамзанур Магомедова Две тысячи продуктовых наборов, средства индивидуальной гигиены, медикаменты и одежду Привезли в распределительные центры в Симферополе и Севастополе Часть груза будет передан ночным волкам, который уедет на территорию Донецкой и Луганской Нарожной Республики Часть груза останется у нас в ополчении Мы тоже будем распределять жителям Донбасса, братской помощи нашим военнослужащим В Севастополе Крым как всегда едины, а более того мы видим, что вся Россия поддерживает Мы как все-таки приграничная зона, вся Россия нас поддерживает Своих мы не бросаем, победа будет за нами Республика Крым является сегодня перевалочным пунктом для оказания гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса и жителей освобожденных сел и городов Украины Сюда прибывают фуры с продуктами и средствами первой необходимости со всей России Детские игрушки, женские, мужские одежды, обуви, куртки необходимые, бутылированную воду привезли Ну, конечно, это у нас уже второй раз выезжаем так же, но на этом еще мы не остановимся Чем мы можем, тем и помогать Донецкой народной республике, Луганской республике будем, конечно, наши братские республики Чем можем, конечно, будем украинским мирным жителям, тоже мы готовы помогать Заявку в Дагестан о том, что в Крым необходимо отправить гуманитарный груз, подали сотрудники культурного центра из Севастополя Мы здесь ездим по санаториям, ездим, например, к госпиталям, где раненые находятся Мы ездим здесь, например, где беженцы, где узнаем И мы тогда позвонили туда, в благотворительный фонд, спросили у них, есть ли такой момент, есть ли что, чтобы такое организовать Они сразу, как сказать, отвлекнулись Не только сюда, они же и туда, для беженцев и Ростова такие же фуры отправили Такие же фуры отправили и Донецк, Луганск тоже Это, конечно, приятно, приятно, что люди, тем более, не остаются стороны, стараются Глава Крыма Сергей Аксинов встретился с представителями Дагестана, которые сопровождали груз Республике Дагестан, большим уважением, спасибо огромное, что в тяжелой ситуации всегда находитесь рядом Не сомневайтесь, у вас всегда в Крыму есть настоящие друзья И еще раз говорю, рассчитываем всегда друг на друга, сложная ситуация, мы всегда вместе Поэтому братскому Дагестану низкий поклон Представители фонда отметили, что после отправки первой партии гуманитарной помощи в Ростовскую область Многие жители республики выразили желание внести свою лепту в общее дело И, скорее всего, в ближайшем будущем снова будут собраны продукты, медикаменты и все необходимое Для отправки жителям Донецкой и Луганской республик Первый объект построенный за счет муниципальных средств В Махачкале появился новый участковый пункт полиции Администрация Ленинского района предоставила МВД обособленное здание, полностью отвечающее современным требованиям Все предыдущие помещения для участковых находились в действующих жилых зданиях или пристройках к ним И были непригодны для эффективной работы правоохранителей Теперь для этого у них есть все условия Торжественную церемонию открытия посетил и глава Дагестана Сергей Меликов К другим темам В Махачкале наградили двух самых молодых дагестанцев, удостоившихся звания почетный донор России Накануне в Центре переливания крови им вручили грамоты, медали и памятные подарки Мероприятие посетил и наш корреспондент Карим Даниев Если бы вы знали, если бы все доноры знали, сколько спасенных в жизни И подарить свою кровь людям, совершенно незнакомым, ради спасения в жизни Спасибо вам большое Спасибо Молодежь, с которой хочется брать пример Они помогают людям и при этом всегда остаются в тени Но сегодня о двух молодых парнях узнали многие Шамиль и Руслан получили звание почетных доноров России Если вот такие ребята, как Шамиль, как Курбан у нас есть Я думаю, что у Дагестана и у нашей молодежи большое будущее И хочу сказать словами нашего великого Расула Если боль чужая не стала твоей, значит напрасно прожитая жизнь твоя Курбан и Шамиль, два молодых человека, которые в столь еще таком возрасте, молодом Проявили себя в таком благородном деле, как донорство Это спасение жизни, это кровь и плазма, которая нужна бывает людям Которые находятся в тяжелой ситуации, в больницах с ожогами, с сложными заболеваниями крови и так далее Все здесь специалисты это знают, я не буду перечислять И такие хорошие примеры И мне очень приятно сегодня здесь, в станции переливания крови, находиться По такому приятному поводу Мы много акций, мероприятий проводим с нашей станцией переливания крови Не надо бояться, это не столь большая проблема И когда ты можешь спасти реальную жизнь человека Это напрямую пример спасения жизни Я думаю, это такие яркие примеры, которые мы должны транслировать Стены центра переливания стали для награжденных уже родными Здесь они регулярно сдают кровь и ее компоненты Руслан сделал это столько раз, что сам того не ожидая стал самым молодым дагестанцем Кому присудили звание почетного донора России Для меня примером была моя мама, которая периодически ходила сдавала кровь Я задумался, почему бы мне не попробовать У меня была фобия, я боялся Но на самом деле это все мифы, ничего больного Ничего страшного в этом нет Это на самом деле очень приятное дело, которое греет душу Очень активно агитирую На моем счету, ну я примерно считаю, около 45 Это 45 человек, которые пришли и начали сдавать кровь после меня То есть я говорил, я их приводил, грубо говоря, за ручку У них были фобии Я развеял эти мифы все То есть они по сей день сдают кровь Завтра я буду сдавать уже 66 раз С другом, который не боялся сдавать, но в итоге сдают сейчас Схожая история и у Шамиля Сулейманова Он приходил регулярно сдавать кровь А когда пришел в очередной раз Врач предложил ему встать в регистр доноров костного мозга Шамиль не отказал, а спустя полгода В другой части России, в городе Киров Появился больной, который жизненно нуждался в доноре С подходящим HLA-генотипом Операция прошла успешно А Шамиль стал самым молодым донором костного мозга из Дагестана Звонит врач из Кирова, мужчина Честно говоря, я не запомню его Он говорит, типа, вы попали, ну, ваша кровь, ваши клетки, подошли женщины Сейчас от вас зависит То есть там был выбор, просто он прямой выбор мне предоставил Либо вы отказываетесь, либо вы соглашаетесь, как бы поехать И мы будем дальше с вами работать И он мне сразу предупредил, в случае моего отказа Этот человек, он погибает с вероятностью, он сказал, 97% Но это стопроцентная смерть получается У меня даже минуты не было сомнений, что я поеду туда Я сразу согласился, я знал, что у меня дома будет еще разговор как бы с матерью Что она будет мне говорить, как она мне будет говорить Но я уже знал, что я по-любому свое решение 100% я уже не отменю никак И все, и получилось Костный мозг сдается очень редко Это вот вся проблема именно в этой редкости Это то, что эти клетки, мало того, что их подобрать очень тяжело к человеку То есть это абсолютно не то, что разные нации Это могут быть разные континенты Потребность в донорской крови всегда остается высокой Пополнять запасы нужно регулярно Сданная кровь становится ценой чьей-то жизни Теперь в центре переливания крови можно будет принимать еще больше желающих Здесь открылось отделение с самым современным оборудованием на Северном Кавказе Новое оборудование, оно уникальное в том, что аналогов ей и нету Она самая чувствительная для гематранспрессивных инфекций И это обеспечивает 100% безопасность донорской крови То есть переливаемая кровь будет безопасной для рецепиента Для поддержания запасов ежедневно кровь должны сдавать более 100 человек Присоединиться к акции может любой желающий от 18 лет И не имея противопоказания от врача Карим Даниев, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ, Махачкала Благотворительная ярмарка прошла в школе имени Юсупова Все вырученные деньги пойдут на поддержку детей с синдромом Дауна Ученики вместе с родителями приготовили дома кексы, пироги и леденцы Продавали и сладости известных марок с небольшой наценкой Были и те, кто рисовал на заказ Я рисую, рисование это мое хобби И я решил как бы разделить со всеми мое увлечение Большинство заказов в основном от маленьких детей Они в основном заказывают супергероев Они хотят, чтобы я написал супергероев, Бэтмена и Человека-паука в основном Я принесла на ярмарку такие леденцы, петушки Мы делали их сами до часа ночи Но было очень много приятных эмоций И этим самым я хочу как-нибудь помочь детям, которые нуждаются в помощи Все, что было на столах у школьников, раскупалось буквально за перемену Более тысячи учеников собрали более 400 тысяч рублей Их передадут в Инсан А сотрудники фонда, в свою очередь, отправят средства на нужды больных детей Эта ярмарка благотворительная стала в нашей школе уже традиционной Мы третий год подряд ее проводим И каждый раз мы проводим ее в сотрудничестве с фондом Инсан И приурочиваем к какой-то дате В этом году мы приурочили ее к 21 марта Международному дню детей больных с синдромом Дауна И собираем деньги на помощь этим детям в реабилитации Проведение мероприятий по социализации В которой эти дети так нуждаются В прошлом году мы собирали деньги на строительство духовного центра имени пророка Иссы Мы собрали 250 тысяч рублей, передали туда А позапрошлом году мы помогали детям больным онкологическими заболеваниями Тоже в содружестве с Инсаном И тоже сумма была в районе 200 тысяч Дети учатся делиться Они повышают свой духовно-нравственный уровень Приобретают навыки благотворительности Учатся помогать тем, кому хуже Тем, кто болен, тем, кто беден и так далее А с другой стороны, они все это делают в игровой форме Потому что торговля для детей – это не способ заработка, это игра Это были все новости на сегодня Смотрите нас также на наших страницах в соцсетях А у меня на этом все, до встречи Субтитры создавал DimaTorzok